Полицейские бдительность не теряют. За месяц они обнаружили 9 фальшивых купюр. И это немало. Поэтому профилактическую работу оперативники организуют регулярно. В этот раз за 10 дней они провели ликбез для продавцов крупных магазинов, мини-маркетов и небольших киосков. Учили работников прилавка отличать поддельные деньги от настоящих. Были также усилены наряды. В данный период был проведен анализ по фактам сбыта, имеющимся в 2011 году. Были определены места, очаги возможных повторных сбытов денежных средств. Чтобы проверить внимательность продавцов, в некоторых магазинах проводили контрольные закупки. Вечна с сыром. То, что надо. Старший первополномоченный отдел экономической безопасности. Покажите, пожалуйста, купюру, которую только что вам предоставил клиент. С вами же проводилась профилактика. Женщина утверждает, отличить эту фальшивую купюру от настоящей невозможно. Я даже не знаю, как почувствовала. Ну, не знаю, я чувствую. Тут же этот самый, вот видите, просвечивается. Ну, вот так я обращала. А там тоже так же. И все же данную подделку определить было можно. Причем без специальной техники. То есть на просвет, если мы берем нормальную купюру, да, и такую купюру, мы сразу можем увидеть, что здесь идет несовпадение линий. То есть вот эта вот фольга и та внутренняя имитация ленты этой, они не совпадают. С Людмилой Мартыновой раньше уже расплачивались фальшивыми деньгами. Научная горьким опытом, в этот раз она среагировала моментально. У меня и стоит аппарат. Он не виден никому, и я по аппарату просвечиваю сразу. Просветила, да, я еще посмотрела, что она цветный такой. И я нажмала сейчас тревожную кнопку. И должны приехать. Сбытчикам поддельных денег грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Поэтому, обнаружив у себя фальшивую купюру, не стоит с ней идти в магазин. Лучше обезопасить себя и позвонить в полицию. Екатерина Любешева, Елизавета Саенко, Вячеслав Шаркунов, Константин Алиев, Сургут, Интерновости.